Некольки сотня у матча за 4 месяца и у Гомеля вызначилися переможцы первого сезона школьной баскетбольной лиги. Турнир охопил 57 школ областного центра. Удел приняли больше за 700 человек. Финал отбылся на плясовце Палаца гульневых видов спорта. Кожную субботу на протягу 4 месяцев учени 4-6 классов гуляли в баскетбол. И все для того, как трапить у финал. По выниках некольких этапов до медальных поединков добрались команды 4-х школ. У матча за бронзу змагалися 60-я школа и 71-я гимназия. У самой концовцы перемогу вырвали юные баскетболисты 60-й школы. У финале сошлись 59-я и 24-я школы. Тут так само сценарий гульни был довольно захопляльным. Баскетболисты 59-й школы с первых хвилин повели улику, однако еще у другой чверти у команды 24-й школы отрымался перехопить инициативу и вынику стать переможцами первого сезона школьной баскетбольной лиги. Для команды 59-й школы ГТ «Поражение» стало первшим у турниры. Основная пятерка уехала на республику в Могилев. Ну, не все дети играли у нас. У нас поражение только в финале было, а так мы все игры выигрывали. Играть было сложно, конечно, но мы все-таки бывало проигрывали, бывало выигрывали. Но заняли первое место. Самое сложное было играть в защите против 59-й школы, потому что у нас один мальчик уехал, и его было не хватало. Ну, не хватало его. Призеры и пероможцы школьной баскетбольной лиги отрымали медали, солодкие прызы, а так само комплекты гульнявой формы. Особные прызы для лепших гульцов турниров. Команде пероможцы достался так само кубок. Школьная баскетбольная лига принесла юным спортсменам не только добрые эмоции, из поборниц кит-драйв «Алей Махчимость» заявить об собе. Наши тренера Центра Олимпийского резерва отсматривали игроков и приглашали их в специализированные классы, которые в группы по баскетболу, что тоже немаловажно. И для этого и делается школьная баскетбольная лига, чтобы отсматривать перспективных детей на будущее. Четыре месяца с поборниц того и постоянных тренировок не прошли даром. Школьники значно повысили свое мастерство. Занимался баскетболом в детстве. И даже близко ничего такого не было. Вы же видели сегодня эмоции. Дети плакали. Пообещали выиграть на следующий год. Они окрепли. У нас особенно девочки, они не баскетболистки. И мы поначалу не вообще терялись. А вот видели сегодня финал, даже навязали борьбу в 24-й школе. То есть, конечно, да, однозначно. По планах организатора, у других сезон школьной баскетбольной лиги будет еще больше масштабным. Мы подведем сейчас итоги, выдохнем. Сделаем какой-то анализ. И я думаю, что в следующем году мы, может, выйдем уже и на областной уровень. Максим Савин, Андрей Иванов, Телерадо, компания Гомель.